Очень тяжелая неделя и очень тяжелые испытания. Ну, мне, допустим, психология с этими предметами далась очень тяжело. Я до сих пор там, в таком испытании, пытаюсь его как-то анализировать. Там подняли тему, от которой я бегу уже на протяжении долгого времени. И бегу, 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 а что-то как-то все убежать не могу. Что-то она меня вот прям очень сильно триггерит и последствия триггерят моей прошлой жизни. И сама прошлая жизнь. В общем, тяжелые очень воспоминания, от которых, к сожалению, избавиться пока что у меня не получается. Надеюсь, благодаря рознобергу получится. Ну, а эта неделя была довольно интересной. В ней было одно такое испытание, с которого я сделала просто невозможный такой вывод. Это очень-очень-очень мне на пользу, я считаю, прям горжусь собой. Я приняла такое твердое решение, наконец-то, вот распрощаться с оружием. Да, я всегда гоняла с каким-нибудь, с какой-нибудь штукой для так называемой самообороны, которая по большей части превращалась в орудие для нападения. И за собой несла исключительно одни лишь беды, как показывает практика, ничего хорошего из этого никогда не получалось. Было так сложно накрыть на самом деле это все колбой. Ну, я хотела с самого начала это подрезать, оставить себе такая. Я отдалась этому испытанию с головой и сделала вот такой вот вывод. Испытания с психологом, где у нас были предметы, которые убили в нас женственность. Ну, там было сложно, вот именно эмоционально в плане, вот я переживала очень за Леру, за Виолетту. Вот там, ну, эмоционально я даже прослезилась только из-за их истории. Из-за того, что они плакали, расстраивались, короче, рассказывали истории, я из-за этого типа начала плакать. Вот, у меня немножко истории там, как бы, ну, чуть-чуть прокосили мимо, короче, поэтому меня вообще не торкнуло, как бы. У кого, ну, все равно жальче всех есть такое, у кого прям супер жесткое? Вот, я не люблю такие разделения, оказывается, они есть у всех. И, допустим, казалось бы, история с тем, что отрезали волосы, посмеялись во дворе, как у Леры, это, ну, пустяк, да? Но настолько это глубоко осело и задело ее, что у нее аж до нервного срыва это все поднимается. Так же, как, допустим, у меня, я тоже считал, что, допустим, меня не насиловали, да, в детстве, там, как, у некоторых, ну, именно сексуальное насилие было. Я шла с этой историей, что у меня нет таких прям, ну, ярких, типа, моментов, реально ножом, нет. Но, тем не менее, моя история такую же травму нанесла мне, даже без ножа, без насилия сексуального и так далее. Мы все тут п***ные жизни, грубо говоря. Кто-то больше с теми, кто-то меньше, и в плане именно красочности истории, по сути, мы все травмированы одинаково. На уроке про наркотики и алкоголь мне удалось попробовать начать рассказывать. И вот здесь был первый раз, который прям полосенствовал рассказать о себе и о своей истории. Непонятно, смутно, тяжело очень. Вот. Мне не нравится это максимально, когда ты раскрываешься, у тебя идут слезы б***ком в горле, это прям, ну, прям вообще не крайне не очень. Но девочки себя поддержали, то есть я нашла даже, ну, похожие истории, и мы пообщались по этой теме. И вообще это круто. Мне понравилось. Как вам Лизу переселили, как ваша комната на это реагировала? Ну, у нас прошло разрешение, все нормально. То есть, как бы, на ней вообще п***ло, кто, где, куда, как. Мне есть свое место, свое... Короче, свое весело. Остальных меня особо интересует. В комнату вернулась Лиза, я намекнула ей, сказала то, что, а вот преподаватель, я тебе разрешила сюда приехать. А почему ты сюда, в нашу комнату, приехала? Она говорит, там срач, типа, в той комнате срач, ее хвостеть заняли и так далее. Я говорю, ну, тебя же изначально в ту комнату приселили, почему, типа, ты тут? Ну, типа, я займу место, идею, типа, я, мне преподаватели говорят то, что нужно обязательно переезжать, уже на третьем этаже нельзя жить. Вот, ну, я просто, типа, понедовольствовала и все. И ладно, типа, ну, не трогает она мне, ничего не говорит, не пересекается. Не очень приятно, конечно, ходить, хочется подальше. Я стараюсь так же не замечать этого человека и нормально. Естественно, думала, изначально не получится, у меня ничего там не... Я-то не раздевалась, я была в белье, но сверху у меня были шорты, и я одела этот одеяло, короче говоря. Да, ну, там фотограф такой попался, ну, неплохой, как его звали, такой неплохой был, он там начал болтать, разговаривать, всякие комплименты делал, как обычно, да, фотографы делают, это, мол, такие красивые, чего вы стесняетесь, а, у... И этот, э, и по чуть-чуть понял, он начал меня раздевать. Сначала одну лямку снял, а то вторую снял, потом одеяло так сними, одеяло так, сделай так, так. И уже обычно фоткались, короче, ну, неплохое, то, что нас там накрасили, прически сделали. Чисто просто наши черты лица самих подчеркнули. Нормально, обычное задание, думала, не справлюсь, на самом деле, думала, вообще вовсе не буду фоткаться, не выйду. Но вышло нормально, все было круче. Я сегодня пришла в жюри, вот, помочь девочкам объяснить, как справляться с агрессией, так как я была одна из самых агрессивных участниц в своем сезоне. Объяснить, что можно это переводить как-то в юмор, объяснить, что можно разговаривать словами, или объяснить, как правильно драться и то, что это можно делать в спорте, а не на улице. Ну, на самом деле, по агрессии, мне кажется, что да, я все-таки была самая агрессивная. Потом шла у нас Белла. Потом кто? Потом Костя, наверное, по агрессии. Ну и, наверное, все. У нас таких прям, ну, агрессивных-агрессивных особо не было. Опаснее не тот, кто агрессивный, больше опасен тот, кто провокатор, на самом деле. Вот они как-то пожестче опасны. Реально, скажу честно. Это я не оправдываю агрессию вот это. А просто провокаторы, они на самом деле жестче и беспощаднее, чем агрессоры. Потому что, когда ты пытаешься найти какую-то изъяну в этом проекте, ты не меняешься. Ты останавливаешься на одном месте, когда вот ты сидишь на этом стуле, перед тобой доска, и ты все свои ходы прописываешь. Это реально стопор. Оно тебя стопорит. А когда ты просто по течению, по этому, которое тебе дают, ради тебя, ты по нему течешь, все понимаешь, принимаешь, и ты выходишь другим человеком. Я очень благодарна тому, что я это поняла очень громко. Я просто хочу сказать, что есть такие моменты, когда хочется там сильного или наоборот слабого самого потолкнуть вот туда вот поближе, да, к снятию броши на следующей неделе. Но не вы на это влияете. На это влияет ты и учитель. Ты и учитель. Больше никто. Поэтому, когда коллективно, я скажу по себе, потому что я была в этой ситуации. Ролга это была? Да. Со мной никто даже не жил. Даже Костя? Да. Ну, нет, Костя меня поддерживала. Белла нет, Костя, да, поддерживала. Но все равно это потом и она ушла. И, короче, я просто хочу сказать, что это наоборот меня это сделало сильнее. И когда кто-то так поступает, вы прежде подумайте, не станет ли, пока она одна там сидит, не станет ли она лучше вас всех. Поэтому, ну, типа, тратить на это свои силы и тоже делать шаг назад, чтобы за этой тёлкой идти, к которому вы, типа, ну, она жена или в поля, а вы все толкните сзади и похуй. Понимаешь? Стоит ли на это тратить время? Ну, такое себе. Вы сделаете, что хочешь. Чего пока-то говорить. А учителя, главное, помните о том, что вы пришли сюда для себя. Не для того, чтобы её выгнать, её выгнать, её снизить. И остальных поздоров. Да, да. Свои проблемы наедине. Поэтому, по факту, среди вас уже есть победительница. Просто это будет та, которая реально будет делать выводы и просто идти и получать всё. Вот так вот просто, двумя ругами так грибать. Вам есть вывод. Это после вчерашнего жесткого буржечка. Огурчики солёненькие растутчики. Живы-здоровы. Ты тоже увлекалась вчера алкоголем? Я выпила так, чисто для расслабления и всё. То есть, как всегда, осталась трезвая, за все минуты на жопу ходила. Вот за Лерой почему-то никто не присматривал. А Лерка... Да, Настя, типа, вообще, ну... Она лидер, поэтому лидер всегда должен быть. А я вчера даже не наживалась. Настя не наживалась и Кристина. Представляете? Вы самые... Да, самые... Мне кажется, я и то больше любила, чем я. А почему же тогда Настя вчера стол крушила? Я помню. Нет, это моя фишечка была наша. Мы просто захотели... Я хотела поддержать душ. Они пустые столы, они такие, типа, сделают. Я вчера не с старыми девчонками была с пятого сезона с Верой Думановой. Мы, короче, сошлись на общем, что она хоккейом же занималась. Я тоже хоккей занималась. Мы там хоккей прип***ли, Мишелька была. И гоня... Она вообще из всех, ну, кто там был, она, Мэри и Тина были самыми адекватными, потому что они не нажрались. Тина так более-менее, короче. Вера с нами вообще не... А Мэри вообще просто ходила, поняла, так... Ну, на спокойном, с одним богачем, ну, ты как настоящая Леня гоняла. Ну, вчера вообще... Мэри, да, Мэри Джо. Это второй сезон. Она вообще не самая адекватная там была, я считаю, что... Ну, выглядела вообще, она, кстати, как бы, действительно леди. Короче, стол мы перевернули, потому что королочка будет очень красиво запрошить вечер. И мы такие, ну... Она просто хотела стол перевернуть, и чё? Я чё, уезжай, что ли? Ну, уезжай, конечно. И вот. Все, мы привыкли. Чекерик. Поэтому... С кайфом! Чё, поделишься, чё-то сделала? Я обоссалась этой ночью. Она обоссала матрас, и легла на ковер спать. Ну, я пошла, застирала все вещи. Замочила ее. Замочила, да, все вещи. Легла спать на пол. Проснулась. Своим же полотенцем. Давай вытирать эту санюшку. Да, да. Но впитывай в себя эти пары. Сахнивай. Сокоры. Это медаль с собой. Так а чё ж ты не пользуешься? А надо было. Я же откуда... Так я говорю, я даже не нажралась. Ну, я, ну-ка. Нажираю вчера я. Я такая, типа... Я вообще все контролировала вчера. Я вчера такая, была выпившая. Теперь негласное правило. Когда Виолетта пьет, вот это под нее снистили. Запомни. Хорошо. Запомни. Запомни. Кто-то вот перед сном любит мыться, а кто-то утром наоборот. И у нас поэтому скандалов насчет этого нет. Я не знаю, в другой комнате, но у нашей вообще мы не оремся. Вот я никогда утром не пойду в душ, потому что я лучше посплю, отдохну, накрашусь. Но у меня нет времени ходить утром в душ, я с вечера хожу. Ну, а так косметикой с Хоффой мы обмениваемся. Вот, с Мишель косметикой обмениваемся. То есть, наверное, нормально. Но Хоффа у нас это, да, это отдельный вид искусства. В нашей комнате как-то все, знаешь, девочки все чисто плотные. Все, ну, вообще. То есть, у меня бывает иногда то, что я забываю там ватные диски. Ну, это потому что я одна живу, я как бы, типа, я привыкла. И за мной есть, да, косяк такой, что я могу там ватные палочки, диски не убрать за собой. Когда крашу, забываю, потому что. А в целом так мне нормально все. Блин, душу делить не так тяжело. Просто кто успел, тот зашел, да. Обычно, ну, вот эти тёлки вымораживают, жизнь. Которые по 40 минут в душе находятся. Пока они покрасятся, помоют, высушат. Потом, я не знаю, 47 процедур сделают своих. Потом только оттуда выходят. Вот это вымораживает. Единственное. Ну, в конце концов, когда уже чересчур грань переходит, именно так за шкирку берешь и просто вытаскиваешь оттуда, и все, больше проблем не возникает никаких. В принципе, нормально, все выживаемся, все как-то друг друга поддерживаем. Мы же сёстры, как-то поняла. Вы видите какие-то отдельные уроки психологии. Но помимо них, с нами психолог работает ещё и отдельно. У нас есть такое время, ну вот, между испытаниями или личной какой-нибудь выходной. Любовь к нам приезжает, или мы там на задание из задания закончили, Любовь нас забирает. И мы разговариваем индивидуально. Там получается очень хорошая... Вот индивидуальная психология, я скажу так, она мне больше нравится, чем групповая. Потому что индивидуально тебе не страшно. Ты выговариваешь себе проблемы сама. Она там какие-нибудь приёмы психологические устраивает. Ну, это очень классно. И у нас есть групповая психология. Групповая психология — это когда вот она выбирает там испытания, не пройдёт, ты его делаешь, вы собираетесь все вместе, и каждый проговаривает свою боль друг к другу. Как правило, такие, как нам объясняла Любовь, вот то, что я скажу на своём примере, уже находясь здесь три недели, четвёртая пойдёт сейчас, что это помогает. Всё, показывай. Это татирубка, которая соответствует моему описанию. Да дура, они... Чё? А чё делать-то надо? Она говорит, это соответствует описанию. Дальше она говорит, описание. Твоя первая татуировка. Ты должна показать первую татуировку свою. А при чём тут оцелицетворение меня? Или как там было? Просто, эй, хватит. Она ведь иду. Она говорит, слушай, внимательно. Она говорит, покажи татуировку, которая соответствует описанию. Я думала, моему. Ой, ты чё за... Чё, прикинь? Короче, Лизу, блин, толпой. Это ненормально. Девочки говорят, типа, они знают, чё, как на улице жить. Там нас улица воспитала. На улице, извиняюсь, толпой не пи***ного человека. Это факт. Вот, и я благодарна Лере и Виолетте, что они прикрыли её с собой, своим телом, короче. И Лиза выжила. Вот реально выжила. Потому что Крис, она, короче, очень много выпила. И у неё, короче, полетела фляга. Очень сильно. Она охранника подпи***ла. Она Дашке случайно не пи***ла по голове. Она Лизу отпи***ла, короче. Если бы не Лерка, она её, ну, удушающе взяла. Ну, просто, чтобы сдержать её. И мне прилетело, там, и Даша. Да у меня тени, видишь, тени. Даже Даша прилетела. А вчера же уходная была. Так алкоголь спи***ли с первого этажа. Проникли на первый этаж, украли алкоголь. Гучу, бухган. Гучу, бухган. Все просто, бушкелом. Да, как обычно, с Лизой, Крис с Лизой. Ну, это, по крайней мере, то, что видела я. Несколько раз, даже в момент, короче, прикинь, вот эта вот п***ка начинается, и они все налетают на Лизу опять. Ей прилетает от толпы. И залетает Лера, такая, говорит, вы чё, говорит, ну, вас, типа, такому улицу, что ли, учили. Говорит, вы к***ли на неё одну толпой. Всё, они, ну, у них бред начинается. Они её п***ят. Лера просто на неё прыгает, я следую её примеру, прыгаю тоже на Лизу рядом, мы её вдвоём, короче, закрываем. Походу. Потом Лера уходит там со всеми разбираться, наводить там порядки. Вот, и я одна на Лизе лежу, Лиза ещё чё-то на п***ю. Говорит, Лиза, я говорю, заболеет, пожалуйста, я говорю, ты видишь, ну, типа, мы тебя, мы тебя защищаем сейчас. Я предполагал, что на Лизе. Предполагал, но, ну, типа, ты знаешь, типа, когда ты знаешь, но не осознаешься. То есть, девчонок, когда муж больше всего расстроился? Я буду, пока я обоял, миша, и месть. А на прощание у вас с Лизой состоялась маленькая какая-то что-то, и она тебе сказала, а чё она сказала? Чё-то, если меня вернут, то наши отношения, типа, будут по-другому. Я не помню чё. Не знаю пока, что вообще нет плана. Я вообще не знаю, что делать. Я не чувствую возраст, но я осознаю, что я просрала по жизни. И просрала очередной раз шанс, который мне было. Просто просрала. Мы вообще все не ожидали, мы все очень расстроились. И мы прям почти сутки толком не разговаривали. То есть нам было тяжело. Но мы только к вечеру, ну не сутки, мы к вечеру только начали отходить и осознавать к этому вечеру. То есть мы начали уже как-то улыбаться, как-то уже смеяться. До этого прям, ну всё равно все стараются подшутить там, ещё что-то там. Уйти от этого разговор. В общем, мы тем не понимаем просто всё. Я думаю, что нужно всё равно давать шанс человеку. И то есть я не ожидала от учителей, что они так легко смогли сдаться и, ну, не помочь ей. Нет, не ожидали. Ну, знаешь, из-за того, что мы уже третья неделя, как бы мы чрезчур волю себе даём. Никак не начинаем исправляться. Хотя бы как-то себя в чём-то сдерживать. Не в драках, ни в чём другом остальном. Ни себя не сдерживаем. И выгнали именно Кристину, чтобы, я думаю, проучить нас как-то. Потому что если бы кого-то другого выгнали, мы какой-то урок разве хоть кто-нибудь вынес бы. Я думаю, нет. Поэтому выгнали Кристину и все немного хотя бы за голову взялись. Ну, я думаю, не очень справедливый выгон, потому что человек действительно нуждался в помощи. Да, она сама по себе тоже агрессивная. Не хотела исправляться, никак не начинала. Но всё равно по ней видно было, как... Когда искренне помощь просила, было видно, что она хотела остаться тут. Свет не заря. Вот нас вызывают преподаватели. Мы собираемся, садимся все. Начинаем разговаривать, обсуждать. Они просто резко кидают всё-всё-всё на Крис. Хотя там не только одна Крис виновата. Виновата полностью. Я считаю, что все. Потому что участвовали в этом все. И каждый должен быть наказан. Но почему-то под всё подкинули Кристину. И в конце концов просто ей сказали, типа, до свидания. Все были просто... Они делают из неё какой-то изверга. Хотя она не является таким человеком. Говорят, что она всех бьёт, там кто-то её боится. Это неправда. Ей так же давали... Так же получала. Её так же Амина ей... Валивала. Так же... Это Индиго там пару раз ей всё равно накидала то, что она кинулась. Там ещё кто-то. Это неправильно. Кристина не изверг. Кристина... Она кидается, но она так же получает в ответ. Я не считаю, что она должна была уйти. И я всё равно перехожу с той мыслью, что её вернут. Я на это надеюсь. Дайте, пожалуйста, вас. Пожалуйста, Елена Миша в 17 полочек. Я тоже там так. Пожалуйста. И больше всех здесь помощь нужна, ей тяжело. Дайте ей шанс. Вы сами сказали, ей 28. Ей 28, что она исправит там. Пожалуйста, помогите ей. Ей больше всех это нужно. Вы не видите. Там 28, если не смогла. Пожалуйста, поверьте ей последний раз. Дайте шанс. Она держала себя. Она даже не ела вчера. Она даже не ела вчера. Меня. Вот, что она чеет. Пожалуйста. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как? Я не знаю, агрессия направлена или на предмет, или в мою сторону, потому что только глоточек алкоголя появляется в их организме, сразу все введите мне индиго. Введите индиго, будем исправлять ей лицо. А лидер есть у вас сейчас? Как ты думаешь, кто лидер? Вот такой прям самый явный сейчас? Нету лидера. Все сейчас наравне. Я не могу сказать, что здесь кто-то, блядь, лидер. Нет. Все абсолютно не наравне. Пока что. Я не вижу заслужения. А ты бы могла быть лидером? Хорошо на себе. Думает о себе. Не физические силы, а чисто уважение. Да, я лидер. Я считаю себя лидером по жизни и в данной ситуации. То есть вне дома ты тоже лидер? Да, вне дома я тоже лидер. Я стараюсь везде лидировать и вести за собой людей. Хотя я понимаю, что я не могу, конечно, все, гопам им помочь, дать, понять, потому что у меня в самом деле проблемы. Но все же и в работе, и в чем-то еще я всегда лидеру. Кто там кого обижает? Я, Настю. Спинку. Можно с автобуса абьюзера выбрать? Как спинку опустить? У меня уже готовая была. У меня все было как... Да что, не облакать, все же не отжало. И мне колени чуть в обратную сторону не выгнуло. Ну ладно, спасибо. О, интро-вишка, расследование, любовь. Ой-ой-ой, что начинается? Пошел мне, сейчас, пап. Я на проекте меняюсь в худшую сторону. Что делать? Подскажи, что делать. Я остановлюсь оторвать. Мне Леру было очень жалко. То, что... Ну, с самого начала, как она начала открываться по психологии, очень жалко. Типа, очень жестокий у нее дядя, дедушка. Просто тиран. Меня, допустим, родители... Ну, один раз только ударила меня мама. Это кнутом, короче, от зарядки телефона. Ну, конкретно такого жесткого насилия у меня не было. И это очень страшно, когда маленький ребенок... Ну, ничего не может делать и за себя постоять. Ну, больше всех жалко. Да и Виолетту маму тоже жалко. То, что... Ну, типа, маленький ребенок видит, как его родитель хочет уйти в жизни и так далее. Мне тоже была подобная ситуация в детстве. Мне немножко откликнулось это. Ну, я не решилась об этом сказать, короче. На психологии я, ну, не могу раскрыться. Я недостаточно раскрываюсь, потому что мне не хочется говорить о родителях и, как бы, ну, позорить и рассказывать те факты. Ну, короче, не хочется их позорить. Ну, блин, я понимаю, что мне придется это сделать, потому что, чтобы себя помочь, нужно все проработать. Но я пока что не готова. Благо, что я вообще рот открываю и не говорю, что я не хочу разговаривать. Типа, тяжело мне это дается. Неделя этого, агрессии, что неделя женственности, это вообще пи*** для меня. Потому что я не знаю, что такое агрессия. Ну, я знаю, что такое агрессия, но в плане контролирования ее я не знаю. И в плане женственности, да. Я где-то в лет 16-17, вот так, в 18 наращивался реснички, ногти, носила, пыталась каблы там, платьюшки, да. Я пыталась себя сама исправить, но у меня этого не получалось максимально. Почему? Потому что там моя компания, там приходила, там еще что-то. Я такая, ай, еб***ь, платье, ресницы. Я сидела себе вырывала до крови ресницы. Какая была, такая я буду, кого не ради детей. Вообще, типа, ну, внешне девочкой я была до 2018 года. То есть у меня были прям волосы длинные, я что-то там пыталась как-то одеваться по-бабски, по-женски. Я посмотрела там фотки, да, что там девчонки, типа, очень круто выглядят, с короткими стрижками, там как-то брутальная диета. Я так загорелась, типа, хочу так же. И все, девочка ушла, пришла Роня. Мишель же, она, типа, сразу приехала с веснушками, с этими сделанными. Вот, и все обратили внимание на это, то, что, как бы, ну, у нее тоже веснушки есть, но они, типа, сделанные, потому что все максимально ровно, как-то, ну, знаешь. И по-настоящему они выглядят. Вот, и девчонки многие захотели тоже веснушками, все обсыпанные такие ходят. Ну, это прикольно, это красиво.